С приходом весны каждый старается привести свой дом и хозяйство в порядок. После зимних снегопадов и ветров на территории города осталось немало мусора, который необходимо убрать. Власти Акермана объявили двухмесячник по благоустройству. Самое главное не только навести порядок, но и в дальнейшем поддерживать чистоту. В этом мероприятии, так скажем, принимают участие коммунальные предприятия города, городской центр благоустройства, в первую очередь, ЖЭО, который отвечает за дороги, домы и проезды, а также коммунальные предприятия, на территории прилегающей территории и по тем улицам, которые уже утверждены исполкомом из года в год. Также мы приглашаем всех руководителей коммерческих предприятий, структур других, принять участие в этом, в месячнике, навести порядок на своих прилегающих территориях, побелить бурдюры, убрать тротуары, обочины, привести город в порядок. По словам Якова Сотниченко, основная задача стоит перед работниками городского центра благоустройства. В первую очередь будут убирать мусор и песок с дорог и тротуаров. Принимают участие в работе все участки наши. В первую очередь, это сегодня участки санитарной очистки, дворники наши. Они убирают обочины, убирают тротуары. Сталин план работы на эти два месяца, чтобы город в преддверии праздника, в преддверии уже настоящей весны, был чистым и останется его поддерживать нам, как это мы делаем каждый год и постоянно. Кроме уборки, в планах провести текущий ремонт некоторых дорог. В городе есть районы, где их состояние после зимы крайне неудовлетворительное. Уже готовят необходимую технику и рабочих, говорит Яков Александрович. Это таким районом, как Переможная, там, где дороги, к сожалению, большинство не имеет твердого покрытия. И после зимы создают трудности для передвижения как транспорта, так и людей. Отсутствие тротуаров там на многих дорогах есть и ситуация после стока снега. То есть, также мы будем профилировать дороги и в городе, где имеются, это в районе Солнечной, в районе Южной, улицы Песчаные, приводить их в порядок. Параллельно с этим планируются работы по восстановлению освещения в городе. Как только будут благоприятные погодные условия, группа строительно-монтажного участка начнет работы по восстановлению дорожных разметок и пешеходных переходов, установке знаков. В первую очередь, внимание будут уделять территориям школьных и дошкольных учреждений. За зиму накопилось ряд решений с полкома по этим вопросам, утвержденные уже на установку знаков и разметки. Мы сегодня получили новые знаки заводского производства, хорошего качества. Сейчас они собираются и будем их восстанавливать. Как полагается, будут проводиться работы по побелке и обрезке деревьев, кустарников, уборка парков и городских кладбищ, а также насаждение новых деревьев. Яков Сотниченко призывает всех горожан не оставаться в стороне и тоже принять участие в этом мероприятии. Как видим, работы много, планы грандиозные. Уже совсем скоро мы вам расскажем, как проходят трудовые будни участников двухмесячника.